Отрывок из главы 20 «Работа с информацией» из книги Людмилы Леоновны Стрельниковой и Ларисы Александровны Секлитовой «Огонь Прометея». После того, как компьютер был подправлен свыше и заработал, в некоторых случаях он вел себя мистически капризно. Так, например, когда я напечатала на нем закон личности, весь текст неожиданно исчез, и на экране появилась надпись «Ваш файл ушел в интернет», то есть куда-то в общемировую информацию, хотя компьютер не был подключен к интернету. Как это могло произойти, до сих пор остается загадкой. Когда печатался закон одухотворения, то в компьютере неожиданно появился компьютерный вирус, как бы желая одухотвориться и выйти в реальное земное измерение. Намучились мы с законом причинно-следственной связи или кармы. Этот закон вообще не хотел печататься. Я печатала, а тексты исчезали. Я снова печатала, и они вновь исчезали. Целую неделю я билась над одним законом. Муж пробовал найти ошибку в работе техники, но когда набирали на клавиатуре другие тексты, они сохранялись нормально. Лариса пояснила, что кое-кто не желает, чтобы данный закон знали люди. Ему невыгодно. Если человек узнает, как формируется карма, многие люди постараются строить ее положительно, не только для себя, но и для тех, кого любят. Он боится, что начнет терять души, идущие к нему. Он не хотел, чтобы люди знали данный закон, потому что в его мире он отсутствовал. Отрицательные силы всегда говорили, кармы нет, Бог все упрощает. Они хотели, чтобы человек грешил как можно больше, но уверяли, что все прощается при раскаянии. А то, что человек при этом строил себя неправильно, умалчивали. А куда девать неправильные построения в матрице? Для этого надо испытывать муки ада при их очистке. А если последнее покажется невыносимо, то душа может быть изгнана в мир отрицательного иерарха. Чем больше человек наделает ошибок, тем больше у него шансов попасть к нему. Поэтому он был заинтересован, чтобы человек ничего не знал о построениях души и данном законе.